В этом мире бушующем Есть только миг За него и держись Давайте держаться вместе Вы и Дэвидсон Радио Рикошет Продолжаем программу Рикошет В прямом эфире Дэвидсон Радио Телеканала РТН Гость программы сегодня капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Юрий Табах Телефон прямого эфира 718-303-9090 Пожалуйста Представьтесь и говорите Добрый вечер Здравствуйте Меня зовут Сергей Я бы хотел вернуться к тому С чего передача началась С бомбардировки Севастополя Дать некоторые топографические уточнения Которые возможно что-то прояснят Речь идет о городском пляже Обычно те кто Бывают в Севастополе У них пляж это ассоциация К пляжам в районе Херсонеса Но городским пляжем Называют пляж на северной стороне А эта территория вплотную примыкает К военным объектам Которые испокон веков были За Черноморским флотом То есть сказать конкретно Что там сейчас находится Конечно невозможно Украинская разведка знает Но скорее всего удар был нанесен Он все-таки по военным объектам Пляж находился рядом Да Спасибо большое Спасибо Пожалуйста Еще телефонный звонок 718-303-9090 Пожалуйста Представьтесь и говорите Алло Да Здравствуйте О это я Добрый вечер Добрый вечер Да Говорите У меня вопрос Будьте любезны Объясните мне К чему мы движемся Как должна выглядеть Наша перемога Как мы должны победить Россию Это взорванный Кремль Рыдающий Путин К чему все эти Огромные затраты Сил И Жизней Как должна выглядеть Победа Объясните Будьте любезны Да Спасибо за вопрос Юрий пожалуйста Да Когда мы говорим о победе Что это значит Вот Это тоже такая хорошая вещь Потому что победа Это такое русское слово Перемога Это украинское И В войне победы Вообще-то не бывает Потому что мать Которая потеряла сына Или Жена Или Или дочь Потеряли Или семью Или дом Для них победа не будет Они потеряли Самое ценное Для себя Может быть даже И жизнь Или покалечения Сильные Поэтому для Где жили Выстояли Наверное Это все-таки Более Такое Более четко Описывает Окончание Войны Это очень хороший вопрос Потому что Этот вопрос Задают Наша демократическая Партия Которая Создала 12 вопросов Которые Они просили Чтобы Белый дом Ответил Что мы Подразумеваем Под победой Чего мы Добиваемся За что Мы делаем Эти инвестиции Сколько Нужно Нам Вкладывать В это Чтобы Добиться Своей цели Для Украины Но Белый дом Этого не ответил Поэтому Вопрос Очень хороший На который Никто Еще не ответил Ну Украинские Законы Украинские Власти Украинский Народ Говорит Это Возвращение Границам 91-го Года То есть Вернуть Донбасс Вернуть Луганск Вернуть Крым Все Это Конечно Очень Сложно Это вопрос Не ко мне Это вопрос Вернуть Территорию Как возвращать Людей Что делать С людьми На этой Территории Кто Был Коллаборант Кто Просто Жил Кто Был Имеет Кровь На руках Взял Оружие За ту сторону Что делать С беженцами Которые Ушли Ну Понятно Те Которые Ушли В Украину Они Могут Вернуться В свои Дома И все Такое А те Которые Ушли В Россию Они Тоже Умеют Право Вернуться Или Нет Все Эти Очень Сложные Вопросы Которые Мировое Сообщество Такого Такого Плана Нет Насколько Я знаю И опять же Это вопрос Политикам Дипломатам Что они Подразумеют И как они Что они Дальше Собираются С этим Делать Я считаю Что Как военный Человек Все должно Происходить Постепенно И думать О границах 91 Года Я считаю Что сначала Надо вернуть Границам 24 22 Года А после Этого Думать Дальше Что делать Как это Возвращать И надо Ли это Украине Возвращать Но это Вопрос К украинцам Ко мне Это Очень Сложный Вопрос Что Это Означает Кто-то Говорит О корейском Вариате Как 38 Параллель Но этого Не может Быть Потому что В Южной Корее Стоят Наши Войска Огромные В Украине Такового Нет Ну и Враг Совершенно Другой Это Огромная Ядерная Держава Северная Корея Не Огромная Держава Хотя Опять же За ней Стоит Китай Но Это Уже Другое Поэтому Тут Вариантов Очень Много Но Никто Ни На Один Вариант Еще Не Подписался Опять же Это Все равно Заканчивается Это Все Переговорами Какими-то Ну Как раз Неделю назад Завершились Завершился Этот Саммит Мира В Швейцарии На котором Обсуждались Некоторые Шаги Как минимум Три Пункта Для Переговоров И Сейчас Уже Говорят О том Что Возможен Следующий Этап Саммита Мира На который Припласят Россию В то же Время За день До начала Саммита В Швейцарии Владимир Путин Выступил В Министерстве Иностранных Дел России Где Огласил Свои Значит Требования И После Саммита Когда Россия Ответила На эти Требования Что Не будет Такого Что Украина Уберет Свои Войска Значит Оставит Вернее Донецкую Харьковскую Область Путин Сказал Ну раз Такого Не будет Значит Война Будет До конца Да И Эта Война Что С этим Делать Эта Война Будет Пока Будут Опять же Вот эти Цены На нефть На газ Пока Они будут Держаться Эта Война Будет Бесконечная Мое Мнение Что Эта Война Может Закончиться Довольно Таки Быстро Если Цены На нефть Будут Опущены До такой Степени Что Вместе С договорами С Саудовской Аравией У президента Трампа Очень хорошее Отношение С Саудовской Аравии А у президента Байдена Ужасные Отношения С Саудовской С принцем Саудовской Аравии Который Единственный Человек Который Решает Все это Опустится Дипломатическим И дипломатическим И политическим И в основном Экономическим Образом Экономической Войной И информационной Войной Которую Мы Проигрываем Пока что О снижении Цен на нефть Я думаю Речи Идти не может Неделю назад В Калифорнии Галлон бензина Стоил больше Десяти долларов В некоторых районах Я вас Поздравляю Хорошо Идем дальше 718 303 90 90 Телефон Прямого эфира Пожалуйста Представьтесь И говорите Алло Здравствуйте Алексей Я Жил Фактически До десятого Кода В Шумской Области Я хочу Сказать следующее На самом деле Вы тут говорили Про Донбасс На самом деле Если вы У Сева Каплана Хуй пососете То так будет Лучше для всех Мне так кажется Почему-то Давайте начнем С вас А вы нам Расскажете Как Там все прошло И потом мы Уже присоединимся Если надо будет Идем дальше 718 303 90 90 Пожалуйста Я не понял Что про Севу Каплан Я не буду Повторять Это была Это была Шутка юмора У человека Дальше Я люблю юмор 718 303 90 90 Пожалуйста Можно говорить? Да Пожалуйста Говорите Здравствуйте Юрий Это Валентин Я с вами Разговаривал Неделю назад Но Не договорил Один вопрос Вы говорите Правильные вещи О необходимости Совершенно Большей Поддержки Украины Своевременности Такой политики Демократов Противно Я с вами Согласен Но меня Волнует Один вопрос Если После прихода Трампа К власти Он Сольет Украину Чем я Лично Не сомневаюсь Потому что Отслеживаю Его Многие годы Вы положите Свой партийный Билет Ему на стол? Ну Во-первых Вопрос Пожалуйста Юрий Да Во-первых У меня нет Партийного Билета А Во-вторых Ваше Отслеживание Многими Годами Почему Вы уверены Что он Сольет Украину Насколько Я знаю Он этого не сделал В свою первую Каденцию А наоборот Он Спас Украину Так же Как и Израиль В свои Первые Года Но Тогда Запугивали Тоже Что он Сольет Что он Сдаст Что он Сговорит С Путиным И вот Видимо Второй раз Это срабатывает На таких Как вы И второй раз Это получилось Видите Такую Такую вещь Но Партийный билет Я не буду Класть А почему Вы Интересуетесь Что я Сделаю А что Если Трамп Не Сольет Украину Что Вы Положите На стол У вас Что есть Это раз А во вторых А что Вы Положите На стол Если Трамп Не будет Президентом А останется Байден То Что у нас Будет Что у нас Будет С Соединенными Штатами Америки С Израилем С Тайванем С Косово С Гаити Вот Под нашим Боком Что будет С Украиной Вы Этот вопрос Не задаете Себе Вы только Задаете Себе Вопрос Что Придет Трамп И он Сольет Украину Обосновываясь Это На одном Факте Что вы Изучали Трампа Это очень Хорошо Что вы Изучали Трампа Я бы хотел Чтобы вы С нами Поделились Чего же Вы Такого Изучили Того Чего Не изучили Мы Потому Что Я думаю Что даже Трамп Сам себя Не изучил Но Видимо У вас Есть Такой Гений К сожалению Вы не дали Ни одного Факта Кроме Лозунга Советского Такого Лозунга Я изучил Я знаю Ленин Сталин Май Труд Ну Я могу В данном Случае Наверное Могу Выступить В качестве Поддержки Нашего Слушателя И сказать Примерно Неделю Назад Была Встреча За закрытыми Дверями Республиканцев Палаты Представительной Которой Был Трамп И Как Сами же Республиканцы Говорят Трамп Сказал Что он Не видит Выгод От Победы Украин Какие Вы можете Назвать Кто из Республиканцев За этими Закрытыми Дверями Который Был Там С Трампом Это Сказал Господин Бейкон Республиканец Я к сожалению Не помню Его имени Я знаю Это генерал Бейкон И он Такого Не говорил Это Фейк Я знаю Генерала Бейкона Допустим Что это Так Его зовут Билл Бейкон Он Этого Не допустим Во-первых Если это Происходило За закрытыми Дверями И Откуда Кто Знает Что там Происходило Это Такой же Фейк Который Они говорят Что за закрытыми Дверями Когда он Встречался Со своими Большими Донорами Он сказал Что он Ударит По Москве И ударит По Пекину Но Видимо Эти люди Которые Там были На этом Секретном Собрании Видимо Они сами Очень большие Доноры Правда Они Левые И Опять же Это Все Что Называется Херсей Даже Если Такое Ну Давайте Не будем Говорить Что это Генерал Дейкон Сказал Потому что Генерал Дейкон Просто Не мог Сказать Я лично Знаю Этого Человек Ну Допустим Даже Если Он Это Сказал Это Было Сказано Опять Мы Возвращаемся К тому же Самому Вы Слышали Как Трамп Это Сказал Потому что Я Слышал Как Трамп Говорил Я Дам Им Оружие Им Надо Было Дарить Чтобы Прямее Этой Войны Бы Не Было Я Пущу Цены На Нефть Я Их Задушу Я Дал Летальное Оружие На Которое Было Наложено Вето И Эмбарго Президентом Байденом И президентом Обамой Вот Это Я Слышал Это Я Могу Показать У Меня На Канале Есть Вся Подборка Того Чего Говорил Трамп Он А А не То Что Говорит Кто Что Сказал Трамп Вы Слышали Как Трамп Сказал Что Выгоды Победы Украины Для Нас Нет Нет Не Слышали Вы Переводите То Что Написали В Нью-Йорк Таймс Ваш Любим Или Вашингтон Пост Или Еще В каком Рупоре Демократической Партии Нет Это Было Опубликовано В Соц Сети Экс Вот В Аккаунте Самого Этого Человека Который Это Сказал Еще Раз Я Говорю Просто В защиту Чтобы Услышать Ваше Мнение Поэтому Так Идем Дальше Давайте Еще Один Телефонный Звонок 718 303 90 90 Пожалуйста Говорите Здравствуйте Хуесосы Блять Пошли Вы В пизду У нас Видите Сегодня Вечер Юмора Ну Это Тоже Конечно Показывает Уровень Образованности Интеллекта А Самое Главное Фантазии Вот Я Люблю Людей Которые Могут Правда Так Управлять Русским Мазыком И так Выразить Свои Эмоции Неординарно Не так Как это Делают Все Бомжи Там Или Уроды Или Где-то Там Быдляпина А вот Так Знаете Как Жванецкий Умел Это Райкин Ушкин Умел Это Сделать Даже Используя Нецензурную Лексику Поэтому Этот человек Тоже Очень Красноязычный А самое Главное Оригинален Оригинален Показал Свой Талант Придумал Что-то Новое Такое Что мы Никогда Не слышали И Кроме Того Я Я Прослужил 30 лет И я был С морской Пехотой Неужели Этот Человек Думает Что Это Что-то Такое Что 18 или 19 Летний Морской Пехотинец Который Просто Не может Подобрать Больше Слов Какого Не говорил Поэтому Да Аплодирую Что я Это выражение Как мне кажется Не согласие С тем Что Мы говорим В эфире Это еще Один Такой Момент Потому что У нас Есть Определенная Категория Слушателей Которые Не согласны С поддержкой Украины Не согласны С поддержкой Израиля Они есть Что тут Есть Нет Они имеют Это Это называется Демократия Они имеют Полное Право И мы Готовы К Диалогу С этим Если Этот человек Думает Что он Что-то Доказывает Таким Образом Или еще Чем-то Или человек Хочет У меня Частенько Бывает Ну Тот же Савва Каплан Который Может Мне набить Морду Вы видели Каплана И меня Вы видели Что Чем Я занимался Всю Свою Жизнь И Савва Каплан Пусть Попробует Напить Мне Морд Может Быть У него Получится Очень Тоже Так Это Все Очень Творчески Может Быть Получится Я Не знаю Я думаю Что Я бы Не Делал Потому Что Просто Весовые Категории Разные Это Было Не Честно С Моей Стороны Но Человек Хочет Так Выразить Свои Эмоции Таким Образом Я Не знал Об этом Честно Идем Дальше 718 303 90 90 Давайте Попробуем Еще Пожалуйста Пожалуйста Сегодня Интересно Это Очень Интересно Мне нравится Понимаете Дело Все В том Что Иногда Люди Такого Уровня Которые Наделают Себе В штаны Они Винят Других Они Говорят Это Ты Нет Это Ты Наделал В штаны А Не Я А Воняет От Вас Понимаете Опять же Креативность Ну Покажите Ну Придумайте Что Нибудь Новое Или Хотите Чтоб Я Придумал Вам Сказал Вы Перезвоните И Повторите Это Хочу Поговорить С вами О Марке Рютте Ну Вы Знаете О том Что Наделанные Штаны Да Да Вы Знаете О том Что Йенс Столтенберг Уходит Со Своего Поста Скоро И Вот Якобы Говорят Что Марк Рютте Возглавит НАТО Что Вы Знаете Об этом Человеке Насколько Он вообще Подходит Для Этой Должности Насколько Можно Ожидать Каких-то Изменений В хорошую Сторон Для Украины Я Не Знаю Потому Что Опять же Я не знал Кто он Такой Пока Я не Услышал Что Это Он Заменит Главу НАТО Дело Все В том Что Насколько Я Понимаю Насколько Я Читал Про Него Что Мне Люди Писали У него Репутация Не Очень Хорошая То Есть Он Опять Разогнал Свой Парламент Разогнал Всех Своих Военных Ничего У него Не Получилось Он Ушел В отставку Подал И вот Он Сидел В отставке И вот Его Сейчас Откопали И Значит Говорят Давай Ты Возглавишь НАТО Но Я думаю Что Стильно Ничего Не Изменится Если Вообще Сказать Потому Что НАТО Стало Такой Огромной Бюрократической Системой Что Ее Надо Менять Изнутри Опять То О чем Говорил Президент Трамп Потому Что Допустим Даже Система Я Я Занимал Две Довольно Такие Высокие Должности В НАТО Я Могу Сказать Что Ну Практически Ничего Невозможно Сделать Потому Что Так Устроена Система Что Там Все Должны Голосовать Единогласно Не Большинство Не 75 Там Допустим Процент Стран А Все Страны Должны Единогласно Голосовать И вот Мы Видели Как Допустим Шведы Не Могли Стать Членами НАТО Потому Что Турция Голосовала Против Там Липсенштейн Может Сказать В моем Опыте Я Помню Было Когда Эстония Сказала Нет Мы Против И Ничего По этому Поводу Сделать Не Мог Да Потом Там Давление США Давление Других Стран На Эти Страны Например Там С Турцией Что У нас Произошло Это Мы Сказали Ну Если Вы Не Примите Не Проголосуйте За Шведов Но Мы Вам Там Не Продадим Ф-16 И Начинается Торговля Шантажи То Это Нездоровая Нездоровая Вещь Ну И Самая Главная Проблема В НАТО Для Него Будет Это Чтобы Все Платили Свою Долю НАТО Не Хватает Бюджета Не Платит Свою Долю Которую Обязаны 2% GDP От Военного Бюджета И Получается Что Америка Оплачивает Большинство Большинство Счетов НАТО То есть Это Стало Огромной Бюрократической Стемы Где Все Каждый Тянет В Свою Сторону Каждый Каждый Имеет Своё Мнение Это Не НАТО 50-60-х Годов Где Была Явная Угроза Советского Союза Там Было Сколько 15 Стран Или 12 Стран Тогда И У них У всех Была Одна Цель И Возглавлял Соединенные Штаты Америки И все Просто Становились В Один Строй Соединенными Штатами Америки Сегодня Совершенно Другое НАТО Я думаю Что Она Как организация В принципе Себя И Жила Поэтому Кто Будет Там Генсеком Генеральным Секретарем Я думаю Большой Роли Не Играет А кто По-вашему Принимает Решение Если Вы Говорите Что НАТО Бюрократическая Машина А при этом Соединенные Штаты Платят Самый Большой Взнос Кто Руководит Что ли Соединенные Штаты Имеют Большую Двину Соединенные Штаты Имеют Больший Вес Кто Платит За ужин Танцует Девушку Но Опять же Это зависит Кто У руля В Соединенных Штатах Америки Это Какой-то Слабый Лидер Слабый Президент У которого До хрена Проблемы Так Внутри Старты НАТО У него Там В списке 48 48 Пока он До этого Доберется И это Слабый Лидер Когда Это Сильный Лидер Когда Например Трамп Вышел Вы помните Говорили Что он Значит Хочет Разрушить НАТО Хочет Нас А он Говорил Или Вы платите Свою Долю Или Давайте Уходите Вы не Можете Строить Северный Поток С России Потом Зарабатывать На этом Миллиарды Долларов А защищать От России Должны Будем Мы Америка И мои Солдаты Это Нечестно Но И Тогда Старкенберг Ему Пожал Руку И Скал Спасибо Они Начали Платить А еще Тогда Вот Они Тоже Перевернули Что Как бы В будущее Когда Это Он Говорил В прошлом На слете Он Говорил Что Когда Я Это Сделал У меня Один Лидер Одной Страны Но Это Бала Меркель Спросила А Если Мы Не Будем Платить Союз То Вы Нас Защищать Не Будете Он Сказал Нет Не Буду Более Того Я Скажу Путину Иди Делай С ними Что Хочешь Это Перевернули У нас Новости А Это Разнесли Везде И У вас И В Украине Что Это Как бы Он Говорит Что Он Будет Делать В Будущем Он В Будущем Скажет Путину Иди Делай С Ними Что Угодно Вы Дернули Это Из Контекста А Это Он Говорил И Они Стали Платить Они Стали Платить Свою Долю Но Все Рано Его Обвинили Что Он Хочет Развалить НАТО Что Он Хочет Выйти Из НАТО Что Не Платит НАТО Но Когда Началась Война В Украине Вдруг НАТО Завела У нас Нет Ничего У нас Нет Ни Снарядов Наши Самолеты Не Летают Наши Танки Не Ездят Потому Что Они Не Инвестировали В Это Потому Что Они Не Видели Никакой Угрозы От Этого Америка Придет И Спасет Вот И Все Послушайте Если Вам Не Будут Платить Зарплату Вы На Работу Ходить Не Будете Но Недолго Если Вы Не Будете Платить За Страховку Она Это Страховка Это Страховочный Клуб Который Вы Входите Вас Хотят Принимать Есть Такие Страховочные Клубы Самопомощи Там Или Еще Чего Если Вы Не Даете Потеряете Но В НАТО Это По-другому Вы Не Должны Потерять Я Буду Платить За Всех За Страхов Это Неправильно Это Нечас Поэтому Его Самая Большая Проблема Будет Чтобы Страны Платили Свои Взносы На Которые Они Должны Платить Вступая В НАТО Или Выходите Из НАТО Касательно Человека Который Звонил Нам В эфире Шутил Оригинально Хочу Сказать Что Его Вычислили Уже Это Человек С номером Начинающимся На 929 И Заканчивающийся Номером 9851 Ждите Сюрприз В лице Полиции Я Вам Обещаю Его А мы Сейчас Уходим На рекламу После которой Вернемся И продолжим Выпуск А где же Свобода Слова На дороге Все происходит Быстро При движении Высокая скорость Может не ощущаться Но если Вы сбили Человека Все происходит Пугающе Быстро Водители Следите за Пешеходами И велосипедистами На поворотах Снижайте скорость До 5 миль В час Цена скорости Жизнь человека Замедляйте движение Товарищ Послушай Не будь так суров Страдания И муки Из-за зубов Хватит страдать Телефон Запиши Доктор Сафонова Скорей Поспеши Дентал офис Доктора Натальи Сафоновой 2211 Ocean Avenue Между Эвеню Ар И Квентин Роуд 718 376 1090 376 1090 Если вы страдаете гипертонической болезнью, то знайте 80% людей, страдающих этим заболеванием, которое считается неизлечимым, на самом деле можно излечить С помощью капель рецепта Авиценны, в состав которых входят настои и боярышника, и пустырника, и валерианы, и хмеля, и пиона Вы сможете хорошо поддерживать свое давление на низком уровне и не прибегать к применению химических препаратов Наш телефон 1-888-765-8752 Или покупайте по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню Угол Брайтон Бич Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане Слушайте нас в своем телефоне Зайдите в магазин приложений Андроид или Эппл Наберите в строке поиска Дэвидзен Радио Скачайте приложение и все Дэвидзен Радио Мы стали еще ближе Дэвидзен Радио Как хорошо 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 Рикошет Мы продолжаем программу Рикошет В гостях сегодня Гарри и Юрий Табах Мы принимаем телефонные звонки Телефон прямого эфира 718-303-90-90 Пожалуйста, задавайте вопросы Делитесь своими мнениями Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире Добрый день, здравствуйте Да, здравствуйте Вы знаете, я, во-первых, очень добрый вечер всем Всего вам хорошего И, Гарри, я очень рада, что вы на связи Потому что от вас Как от немногих источников Мы можем получать Очень ценную информацию Которую мы никогда не можем получить От других Я вам так скажу У меня Вот вы уже долгое время здесь живете И вы как бы Все время в этом супе варились Как вообще можно было Допустить такую войну? Как это вообще случилось? Это криминально Это криминально, что Эта война была допущена Но она не только была допущена Она как бы Была создана Это не просто, что она случилась там стихийно Потому что она была продумана И не продумали до конца Было несколько вещей, которые не сработали В первую очередь Когда русские взяли Я думаю, что это началось еще с чеченского геноцида Когда Россия начала войну против чеченского народа Напомню, по чартеру ООН Чечня Это независимое государство Это не часть России И когда началась война И уничтожение чеченского народа Весь мир промолчал Тогда Путин И это было сделано со временем В 30-е годы Прошлого века Он тоже так тестировал С Польши, с Чехословакии И да, это ему сошло с рук с Чечней Наоборот, он убедил весь мир Потому что чеченцы это вообще террористы Все дети, старики Все террористы, все бандиты Никто не обратил на это внимание Ему дали свободно уничтожить В принципе целую нацию Раскидать ее по миру Потом Грузия Когда он это сделал в Грузии В 2008 году Пришел Обама И он послал Хилари Клинт С кнопкой перезагрузки Когда это произошло То есть ему Грузия сошла с рук Война в Грузии В 2008 году Он понял, что он может начать И с Украины И когда при Обаме Он аннексировал Крым И начал войну в Донецке В Луганске То Байден позвонил А Байден тогда отвечал за Украину И сказал тогда исполняющему Роль президента Господину Турчинову Чтобы не было никакого сопротивления То есть плацдарм Для захвата Украины был подготовлен И когда должна была прийти Госпожа Клинтон Уже было все обговорено Они точно как бы и в Грузии Заменили власть в Украине И Украина стала бы такая, как Грузия Там бы сидел пророссийский Какой-то путинский наставник И вертикаль власти И так далее, и так далее Вы знаете, как сценарий Но пришел Трамп И когда пришел Трамп Он ввел наш плод в Черное море Точно так же, как это сделал и Бушка С Грузии Тогда русские вышли из Грузии Ушли оттуда Он ввел санкции против Северного потока Он снял санкции То есть вету и эмбарго На летальное оружие для Украины И тогда вот украинцы получили И джувелины, и снайперские винтовки И стынгеры Закрыл консульство российское Выгнал 60 Никто никогда стоплен делал Выгнал 60 российских дипломатов И так далее, и так далее Много всего остального Он в это время там хлопнул Путина по плечу И сказал ему, что он хороший парень Также он сказал, что он не встретится с Путиным Если Путин не освободит вот эти, по-моему, 16 украинских моряков Которые были взяты в заложники За что его обвинили Что он потом встретился с Путиным И опустил глаза Не видели рост Трампа и рост Путина Опустил глаза Ну, неважно И вот Трамп помешал этому Ну, когда любой ценой надо было избавиться от Трампа Но как только они избавились от Трампа Пришел обратно Обама Только уже в более старческом и более бледном виде И война началась Поэтому тогда и Байден сказал Он сразу же снял санкции с Северного потока Наложил санкции на наш Кистон Пайплайн Забрал наш флот из Черного моря Ну и так далее Много чего сделал И сказал, что если вывел посольство из Киева Что мы не делали даже во время Второй мировой войны из Москвы То есть мы ушли вместе с правительством Кубышев Но из Советского Союза посольства не было А тут он забрал из Украины Сказал, у вас есть три дня Давайте И когда мы, многие из нас И генералы, и военные И разные там Андрей Николаевич Ларионов Чему вы сейчас обвиняете Сказали, что нет Нету такого расположения войск Нету таких формирований Чтобы он начал войну Он войну не начнет А он и не начинал войну Путин не начинал войну Он начинал парад То есть он заходил в Украину Потому что была договоренность Байден сказал, что небольшая захватка Ничего страшного Большой захват, конечно, не годится Три дня они выстроились в парадные расчеты И вошли в Украину Думаю, что сейчас их будут встречать С цветами, с хлебом А украинский народ Взял оружие в руки Сделал молотого коктейля И начал их забрасывать Начал давать им отпор И я думаю, что генерал Залужный Таким образом войдет в историю Он обманул Его военная хитрость была очень хорошая Он обманул не только русские Он обманул свою власть Потому что предателей много Он это сделался Он сумел увезти за несколько часов До российской атаки ПВО и авиацию То есть русские Что они думают? Они с авиацией ударят по аэродромам Ударят по ПВО Сделают Украину Ослепят ее И все, и зайдут в парадных распорядках В Киев А им дали отпор Народ дал отпор Зеленский отказался На предложение Байдена Покинуть Украину И получить убежище в США И у них это сорвалось И здесь началась война И вот здесь началась полномасштабная война То есть, конечно же Наша власть этому подыграла И войну начал, конечно же, Путин Но не без помощи Американской администрации Сегодняшняя Как вы считаете, раз уж мы говорим об этом Насколько Избрание Зеленского президентом Было триггером для Путина? Если бы, например, Порошенко Остался при власти Это не изменило бы ничего? Понимаете, я не знаю, что бы было бы Если было бы Это мне сложно Я думаю, у него У Путина всегда Была такая идея Присоединить Беларусь Украину, Грузию и Казахстан Обратно собрать в Советский Союз Это человек болен этой идеей И он это сказал довольно-таки рано В своем президентстве Он сказал, что самая большая трагедия 20 века Это был распад Советского Союза Для него это была лично Самая большая трагедия То есть он до полковника Не дослужился Потому что Советский Союз Распался Это большая рана Когда ты всю свою жизнь Мечтаешь быть полковником И тут на тебе Телефон прямого эфира 718-303-90-90 Пожалуйста, представьтесь и говори Алло, вы меня слышите? Слышим Алло, здравствуйте Во-первых, спасибо большое за передачу Замечательная передача И Юрий Табах Это совершенно великолепный гость у вас Спасибо большое Значит, я звонил Вот почему Я немножко удивлен Два дня назад Трамп дал интервью Fox News Журналисту по имени Варней V-A-R-N-E-Y Это очень немолодой Очень жесткий журналист Который задавал Трампу вопросы И очень много по Украине Он, во-первых, спросил А вы, говорит, вот самолеты бы дали Вот там говорят о самолетах Он говорит, самолеты, которым 45 лет Они уже старые Говорит, не дать такие самолеты Вы, говорит, поймите, что в Украине Убивают тысячи и тысячи людей Там разрушают здания Там идет такая война И им практически не помогают Он говорит, вы что, помогли бы больше? Я говорю, помог намного больше Он вспомнил, как он дал джавелины Когда Обама, он сказал, что Обама дал одеяло А я дал джавелины Меня, говорит, ругали И называли неизвестно кем За это А потом, когда началась война Они этими джавелинами, говорит, все танки расстреляли Это говорит Трамп И сказал, что он помог бы Украине намного больше А он спросил, это журналист Ну вы же, как бы, хорошо Хорошее отношение имели с Путиным Он говорит, вы знаете, это был совершенно другой человек Я с ним разговаривал Он был другой человек Сейчас этот человек не тот Он говорит, а вы считаете, что он сейчас неадекватный? Я говорю, могу только сказать, что это не тот человек С которым я когда-то имел дело Это другой человек Вот что сказал Трамп Это его слова два дня назад Fox News, я вас отсылаю Любой человек может пойти и посмотреть это интервью С журналистом Барни Спасибо Это не единственный раз, когда он это сказал Он говорил много раз Первый раз он сказал, это, по-моему, 22 марта 22 года у Хенеки И он сказал, я бы дал не только самолет, я бы дал дроны Сегодня у нас есть боевые дроны, как Predator и другие дроны, которые можно запрограммировать И ракеты, которые можно запрограммировать И они ударят туда Потом они это перевели, что он ударит по Москве И ударит по Пекину И они выдернули это из контекста Но он это всегда говорил Но это никогда вы не услышите ни в Украине Нигде в других Сейчас где он говорит Они наоборот будут говорить Вот что, вот там кто-то сказал Что Орбан сказал Что он сказал Но выясняется, это не Орбан такой Он говорит, нет, это такого он не говорил Что он не даст ни копейки Причем перевод такой, недавний копейки С каких-то пор мы даем в рублях и копейках русских деноминаций Потом оказывается, что нет И Орбан подтверждает, что Трамп не говорил Ну и многие, это частенько вот эти вот Они хватают что-то там Закончить войну за 24 часа, значит он сдаст Украину Но он не сказал, что он сдаст Украину Он сказал, что он закончит войну за 24 часа Но люди, зная Трампа И как он говорит, он использует очень много метафор А если я сказал, что Украина дерется с завязанными руками сзади Откуда Украина? Руки, вы можете спросить Кто их завязал Если это дословно так переводить Глупость Да, это Трамп говорил, а не один раз Давайте еще один телефонный звонок 718-303-90-90 Пожалуйста, представьтесь и говорите Алло, Иван, меня слышно? Алло Слышно, да, говорите Алло Да, смотрите, вот слышал вопрос уже по поводу Сева Каплана Как бы все матерные звонки я слушал начались от него И потом перекинулись на другие Поэтому давайте сначала здесь, может, найдем врага Чтобы мы эти маты не слушали Он с ними там за деньги торговался Это все есть в радиоэфире, ребят Давайте сначала у нас разберемся А потом полезем Разберемся, вы не волнуйтесь Разберемся насчет этого У нас было два таких шутника Одного уже, как говорится, отправили туда, куда он отправлял нас А сейчас вот второго обозначили Так что все будет в порядке Хорошо Остается несколько... То есть в Севу Каплан полиция приедет Ну я не думаю, что это Сева Каплан Слушайте, остается несколько минут до конца эфира Хочу вот о чем поговорить Сегодня утром в СМИ распространилось Кстати, сам Беньямин Нетаньяк дал интервью накануне В воскресенье на израильском телевидении Он заявил, что фаза интенсивных боев с Хамас в Рафахе Подходит к концу И сказал, что не согласен по поводу палестинской администрации Но даже в нашем эфире были споры раньше о том Должен ли Израиль думать о дальнейшем будущем Газы О том, каким оно должно быть и так далее Говорили, что нет еще рано Вот как сейчас Ну как вы сказали, Юрий, например Для Украины еще рано думать о том Как эта война закончится То же самое было для Израиля Сейчас, по вашему мнению, есть уже Ну необходимость что ли думать О том, что дальше Ну думать вообще неплохо Это такая вещь, которую я рекомендую многим Просто думать, а не просто выкрикивать слова матом Это показывает, что вы не продумали Не сформировали предложение Это очень сложно Что будет в Газе, кто заменит Хамас Одна террористическая Опять же, я напомню Что Хамас был создан в противовес Хазбуле То есть две террористические организации Одна щи и другая суньи И вот они будут там как бы заняты друг с другом Но нет, это не сработало по отношению к Израилю Дело все в том, что это должна, конечно же, быть не израильская проблема А арабская проблема Или если вы хотите, допустим, быть мировая проблема С этими людьми Они же, израильтяне их не создали Не израильтяне создали эту проблему А арабы создали эту проблему Это их братский народ Это один язык, одна религия Арабы, один этнос Поэтому, почему израильтяне должны постоянно вдохаться с ними Это непонятно Ну, знаете, у каждого какой-то план должен существовать, конечно Ну, подожди, это понятно Потому что всегда этот Хамас, он Это проблема Израиля Потому что он нападает Они воспитывают людей против евреев Они нападают на Израиль Они делают эти атаки Поэтому Израиль вовлечен так или иначе в это Ну, это правильно Израиль вовлечен Потому что Израиль дает себе вовлечеб Потому что Израиль обвиняет Если с ними что-то случается Это вина Израиля Ну, например, Саудовская Аравия уже поменялась Свою позицию Саудовская Аравия со своих карт, со всех Убрала Палестину в целом Она также убрала из учебников своих Что где учили, что Израиль это враг И теперь принц Саудовская Аравия говорит Что нет такого народа, как палестинцы Пусть они решают эту проблему Если бы, знаете, у меня нет ответа На всех этих углов Израиля сейчас другая проблема На севере С Хазбулой С Ливаном И тоже выходные Очень многие люди По телевидению говорят Вот это может быть Еще другой конфликт Не меньше, чем с Хамас Да, не меньше, чем с Хамас То есть израильтяне Расслабились Они расслабились И вот эти несчастные люди Которые пострадали На этом празднике Они как раз хотели Протянуть руку Людям, которые живут в Газе Людям, которые Показать арабам Что мы братья Что мы кузены Что мы ничего против вас У вас тоже То есть они решили Дружить с крокодилами Не можете дружить с крокодилами К сожалению, это так И к сожалению Волки никогда не договорятся С овцами Кто-то мне недавно Очень хороший стих про это Передал, что Когда овца думает Что она закончила Гарвардский университет У нее есть диплом И она договорится с волками И договорилась Пока волки не съели ее И вместе с дипломом Так что даже образованная овца Она все равно овца И разные Например, мы сделали Вот этот причал Байден наставил На этом причале Который разбился Потом изолитя Они его опять чинили За 250 миллионов долларов Сделать 350 миллионов долларов Столб этот причал Нахрен нам нужен был Никто не может понять С них сошли 10 фур Причем израильских фур Их сразу ограбили Потом сошло еще 10 фур Они опять ограбили Их обстреляли Там пострадали Американские солдаты На этом причале В конце концов Этот причал развалился Да, но сейчас его опять Промонтировали И он Он опять Он опять Нет, все Уже наше центральное командование Признало Что это Эта миссия провалилась Что эта миссия Не сработала И она вообще Не нужна Но часть этого причала Стала к этому Я, например, рекомендую Посадить весь этот Хамас или Газовцев Всех посадить На этот причал И оттолкнуть от берега Дав им там воду Еду на несколько дней И пусть это будет Международная проблема Почему это должна быть Израильская проблема Но я думаю, что Израильтяне сейчас Себя реально отделят Настоящей стеной А в которой они Не будут отключать Пулеметы И они не будут Разминировать их То есть боясь Что он кто-нибудь Пробежит И наступит на мину Но это и идея Мин Когда ты Отгораживаешь себя Пришло время Заканчивать программу Спасибо большое вам За что нашли время Спасибо, что присоединились Глубокая ночь У вас там Спокойной ночи Отдыхайте Это был Компитан Первого ранга ВМС США В отставке Гарри Юрий Табах Спасибо всем Кто эти два часа Провел вместе с нами Через несколько минут Увидимся в пульсе дня Дэвид Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok